здравствуйте меня зовут Федор Васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 20 и мы продолжаем с вами изучать плагин Yoast SEO следующее что мы делаем мы переходим с вами в плагин Yoast SEO именно заголовки и метаданные кликаем туда когда мы с вами проходили мастер настроек мы с вами указывали разделитель звездочка почему-то здесь это у меня сбросилось ставим еще раз разделитель звездочка чтобы лучше понимать что это за разделитель вы можете сейчас обратить внимание на вкладку фронтальной части сайта вот сюда вот вы видите у меня идет демозапись это название записи и идет дальше title основного сайта школа Федора Васильева и он разделен вы видите вот здесь вот черточкой как раз таки то что было указано вначале я выбираю звездочка нажимаю сохранить изменения после этого фронтальную часть сайта можем обновить и увидеть вот здесь вот что этот разделитель он изменился на этой вкладке больше ничего нет мы с вами переходим на вкладку главная страница во-первых что вот это такое да это некие переменные которые позволяют в автоматическом режиме подтягивать те или иные значения то есть они разделены смотреть вот это сайтный это название сайта то есть автоматически должно подтягиваться в заголовок главной страницы page страница вот этот параметр это разделитель и сайт дек это описание вы конечно можете вот так вот все удалить и написать от себя это нужно если у нас динамическая главная страница а не статическая вы еще не знаете что это такое мы с вами не делали статическую страницу позже рассмотрим то есть статической страницы где у нас записи не будут так вот публиковаться когда мы добавляем обычно статическая страница она не меняется туда добавляется какой-то например seo текст картинки и она главное остается вот без изменений статическая страница если нам нужно публиковать записи то есть смотрите у нас есть несколько рубрик видео книги музыка у нас по рубрикам статьи все раскиданы но они у нас дублируются на главную да то есть все вместе на главный проходят то есть если нам нужна такая главная и мы не используем статическую страницу тогда мы здесь это настраиваем я вам предлагаю оставить сайтный page вот это вот я удаляю чтобы это не подтягивалась оставляю только разделитель и описание шаблон мета описание но я в в своем случае напишу этот параметр обязательно тоже прописываем нажимаем сохранить изменения дальше мы с вами переходим типы записей и давайте более детально разберем автоматические переменные 1 title заголовок дальше page страница я убираю отсюда оставляю также разделитель и сайтный название сайта да также шаблон мета описание для записи можно тоже сделать чтобы подтягивалась из основного вашего текста сейчас вы поймете о чем идет речь здесь вот есть help подсказка кликаем на стрелку и нажимаем здесь информация о шаблоне здесь все переменные расписано что они означают для описания вот здесь смотрите цитата записи страницы да и вот перемены можете прямо отсюда скопировать кликаем опять на ссылку help чтобы вернуться в настройки типы записи и шаблон мета описания можно вставить здесь такую переменную теперь после сохранения для записи автоматически будет подтягиваться часть текста описания именно в мета описание но я у себя бы вот здесь вот не ставил переменных в каждую запись я бы в ручном режиме проставлял нужное текст описания где я вижу например интересные ключевые вхождения и так далее то есть я бы в автоматическом режиме это здесь бы не ставил но заголовок поставить именно title здесь бы я это делал то есть я вам советую тоже оставлять сейчас я более детально расскажу если вы не поняли что вот это такое где это проставляется да на данном уровне спускаемся в самый низ нажимаем сохранить изменения чтобы это вступило в силу и переходим в запись добавить новую то есть смотрите вот здесь заголовок допишу дема сайт я его прописал опускаю самый низ сразу вот здесь вот так называемый сниппет то есть мы частично уже затрагиваем вот эти вот настройки видите подставляется демо запись то есть автоматически подтягивается подтягивается звездочка это разделитель то есть это вот это вот то что здесь указано дальше смотрите подтягивается школа федора васильева название сайта сайтный вот и вы можете здесь посмотреть и выбрать то что вы хотите чтобы автоматически подтягивать но я вам советую оставлять именно вот так вот заголовок как есть а вот здесь вот в принципе тоже можете оставить переменную который будет автоматически подтягивать да то есть вот в таком вот виде это будет выводиться в поисковике google и яндекс более детально о сниппете и о мета боксе то есть вот эта вся часть его все вот это вообще вкладка и то есть мета бокс тут много чего есть как я уже говорил мы это позже рассмотрим двигаемся по настройкам дальше здесь я убираю буду вручную прописывать мета робот индекс то есть для записи стоит у нас то есть индексировать конечно же оставляем до дата в предпросмотре фрагмента то есть в выдаче это дата будет отображаться и я считаю что это полезная вещь нажимаю показать блок и осел то есть показывать ли мета бокс и осел в каждой записи если мы скроем давайте посмотрим где это отображается обновляем страницу вот под записью абсолютно скрывается мета бокс она конечно должна быть показана потому что с помощью нее мы будем настраивать метод данных с каждой записи всегда показать движемся дальше дальше страницы то есть это у нас вот здесь вот страницы мы с вами еще не проходили еще пройдем но здесь аналогичная ситуация показывает title page я уберу не показывать разделитель оставляю из сайт name оставляем также мета робот то есть индексировать страницы у нас стоит индексировать оставляем также показывать ли дату для страниц но я не показываю блок мета бокс его сел мы также оставляем для страниц дальше у нас идут медиафайлы также пейдж я убираю индексировать ли медиафайлы оставляю индексировать также дату не показываю блок показываю нажимаем сохранить изменения да для медиафайлов наверное лучше будет оставить только title то есть медиафайлы это вот у нас медиафайл куда загружается обычное изображение далее мы с вами переходим таксономия таксономия это называют метки рубрики то что связывает записи если мы сейчас посмотрим на наши рубрики например перейдем видео то здесь видите вот здесь вот подставляется архивы видео соответственно вот это слово архивы здесь наверно не нужно убираем оставляем title убираем отсюда page и оставляем дальше также разделитель и сайтный давайте сейчас сохранимся посмотрим обновимся вот здесь вот у нас архива слова исчезла то есть теперь выглядит интересно если перехожу на вкладку видео здесь показано видео и название сайта то есть в данном случае название сайта школа федора василия также шаблон мета описания чтобы автоматически подтягивался если это нужно мы можем также это задать посмотреть параметр вот здесь вот описание рубрики берем вот эту переменную и проставляем это здесь то есть по идее если мы здесь поставили переменную чтобы автоматически подтягивался описание рубрики давайте сохранимся это у нас если зайдем в рубрику то что вы напишите вот здесь вот в этом поле описания должно автоматически подтягиваться в мета описание рубрики мета робот индексируем рубрики оставляем как есть и блок его сел также показывать в рубриках дальше метки также убираем слово и оставляем сайт тайтл заголовок и все то же самое как в предыдущем варианте по поводу индексации меток здесь уже надо смотреть зависимости от сайта блок его сел я на метках скрываю для форматов записи я это отключаю и нажимаю сохранить изменения формат записи это у нас с вами если мы зайдем в запись добавить новую вот для этих форматов где у нас тут я это тоже отключал вот формат что касается внешнего отображения на сайте да вот он формат для этих форматов если вы не используете соответственно здесь вот этот формат отключаем далее мы с вами переходим архивы здесь я советую настройки архивов авторов отключить здесь есть некая проблема дублирования то что плохо влияет на seo настройки архивов по датам тоже отключаем также особые страницы до страницы поиска страница 404 страницы не найдено здесь можно лишь настроить вот текст тут как бы нормально и подтягивается разделитель сайт нейм как бы здесь настроено все верно нажимаем сохранить изменения то есть бывает такое что страница не найдено какая-то ошибка или или что то есть какие данные здесь подставлять ну и вы искали это для страницы поиска переходим на вкладку другое чтобы в результате поиска не включать страницы архивов вида page 2 и т.п. отметьте этот пункт то есть смотрите это дубли страниц и нам не нужно это индексировать во первых в каком виде их получить да эта страница по геннации например у нас на странице выводится на главный например сколько постов достаточно много да давайте чтобы вам лучше показать я перейду сейчас в настройки дальше чтение на странице блога отображать не более 10 записей сейчас для примера я просто поставлю три записи сохранить изменения перейдем на фронтальную часть сайта на главную обновимся и у нас теперь отображается только раз два три три записи и дальше вот она постраничная навигация да если мы перейдем то вот здесь вот в адресной строке мы видим подставляется page 2 и это дубль его нельзя индексировать поэтому мы с вами вот здесь вот но у индекс проставляем обязательно и еще одно поле использовать мета так keywords и такая знаете описание такое смешное понятия не имея зачем вам использовать мета keywords но если хотите отметьте этот пункт то есть keywords это ключевые слова которые раньше проставляли для записи для страницы для рубрики раньше это являлось очень важной частью все оптимизации сайта но теперь поисковые системы на это не смотрят и даже здесь в настройках плагина по умолчанию эта опция отключена то есть если по каким-то причинам вам нужно это включить вы здесь включаете сохраняетесь и в записи в блоке и у вас сел мета боксе будет добавлено новое поле куда вы сможете прописать ключевые слова это то что мы раньше прописывали через запятую ну я включать вам его не рекомендую так как это уже не работает нажимаем сохранить изменения на этом закончена настройка заголовки и метод данные также закончен с этим и видео урок надеюсь для вас он был полезен и интересен и я вас жду в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указанном на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указано вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь